Всем сюрприз! Меня зовут Вадим и сегодня у нас недетская распаковка свитбоксов. Начнем с монстров на каникулу, ах! Йоксель-моксель, что он тут делает? Недетская распаковка. Эй, влезай! Ого, что это за фокусы? Посмотрим, кто в пакетике. Ух ты! Это желейный монстр по имени Блобби. Он работает диджеем и крутит пластинки. А внутри ничего нет. Ну и правильно, надо экономить пластик. Ого, классная коллекция. А это суперпитомцы. Кто уже смотрел мультфильм про четвероногих друзей-супергероев? Тут чудо-женщина, принцесса Амазонок. Она обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью. А еще Диана наделена невероятной красотой, дарована ей от богини любви и красоты Афродиты. Кто тут еще есть? Ух ты, целых 10 фигурок. В новом мультике все монстры превращаются в обычных людей. А Джонни наоборот становится монстром. А вот собственно и Джонни. Он превратился в монстра, чтобы владеть отелем Трансильвания. И для этого воспользовался изобретением Ван Хельсинга, монстрифицирующим жезлом. А это еще одна коллекция с супергероями. Лига справедливости. Здесь персонажи уже не такие мультяшные. О, тут тоже попалась чудо-женщина. Кажется, эти фигурки более детально проработаны. А вам какая больше нравится? Всего в коллекции 7 фигурок. Причем Бэтмена целых 2 штуки. Монстры это тоже своего рода супергерои. Или антигерои. В любом случае, у них тоже есть невероятные способности. Это Деннис, который превратился в летучую мышь. Несмотря на то, что мальчик наполовину человек, он все равно унаследовал эти вампирские штучки. Кстати, в этот раз я разыграю все повторки, которые нам сегодня попадутся. А для участия в конкурсе, напишите в комментариях, какие игрушки вам понравились больше всего. Тут у нас зеленый фонарь. Да, я тоже думал, что фонарь это имя определенного персонажа. А оказывается, у них там целая организация. И каждому из них дают мощный артефакт, кольцо силы, чтобы бороться со злом. Идем дальше. Тут кто-то тяжелый. О, это Мюллер. Веселая и дружелюбная мумия. Он жил в древнем Египте. А потом стал мумией и подружился с графом Дракулой. Проверим коробочку с питомцами. Ух ты, черепаха Мертон. Он обладает суперскоростью. Мне отлично эта фигурка больше всего нравится. После китайских игрушек светбоксы выглядят просто идеально. Друзья, как вы думаете, стоит чаще открывать светбоксы на невеской распаковке? А вот и Джокер. Погодите, это что у него, палка-чесалка что ли? И выражение лица у него такое, как будто он наконец дотянулся и почесал спину. На самом деле это трость с головой шута. Просто она немного изогнулась в пакетике. Но в целом фигурка очень крутая. Кстати, друзья, спасибо всем, кто подписался на канал. Я даже не заметил, как быстро настало 50 тысяч. О, уже 60. Это Флэш, самый быстрый человек на земле. Он может развивать скорость, превышающую скорость света. И что еще более круто, умеет перемещаться во времени. Кто из монстров в этой коробочке? Отгадывайте, пока я не открыл пакетик. Это Вульфыч. Как и полагается оборотню, в полночь он превращается в волка. Он даже носит специальные часы, показывающие фазы луны. Следующий светбокс. Так. Это Бэтмен. Почему-то у некоторых персонажей подставка идет отдельно. Узнали, что первый комикс про Бэтмена вышел больше 80 лет назад. Упс. Комиксы про человека летучую мышь печатались в журнале Детектив Комикс. Сокращенно, DC. Вы часто пишите, что Хаги-Ваги похитил мои сюрпризы. Думаю, пропажу светбокса я точно замечу. О, Фрэнк. Ну и галоши у него. Наверное, непросто найти обувь такого размера. Фрэнка можно вычислить по весу светбокса. Берите самую тяжелую коробочку и не ошибетесь. Кто тут? Это Флэш из Лиги Справедливости. По-моему, он выглядит намного круче, чем в Супер Питомцах. Давайте устроим голосование. Напишите в комментариях, какие герои вам больше нравятся. Мультяшные или более реалистичные? Недетская распаковка. Давненько я не открывал так много светбоксов. Бельчонок чип. Он умеет стрелять молниями из лап. Судя по костюму, Бельчонок тоже вступил в организацию зеленых фонарей. Мы уже открыли половину коробочек. О, первая повторка для нашего конкурса. Джонни. Лига Справедливости. Это Бэтмен. Выглядит очень круто. Вот только уши сделаны уморительно. Видимо, в целях безопасности сделали их закругленными. Вы бы какого Бэтмена выбрали? И еще одна коробочка из той же серии. И опять человек-летучая мышь. Хотели бы такую повторку? Кто из питомцев тут? Ух ты, какой хрюндель. Точнее, это свинка Пиби. Если верить информации со вкладыша, то она может вырасти до размеров небоскреба. Вот так да. Следующий персонаж комиксов. Кто это? Суперзлодейка Харли Квинн. Подруга Джокера. Красивая. Но суперзлодейство мы, конечно, осуждаем. Знаете лайфхак? Если покупаете сразу целый блок, то вероятность собрать всю коллекцию стремится к 100%. А это пес Супермена по кличке Крипто. Судя по имени, его суперспособность это рассказывать всем, что нужно срочно вкладывать деньги в биткоин. А чем питаются вампиры в мультфильме «Монстры на каникулах»? Я что-то даже не в курсе. А вот и самый главный вампир, граф Дракула. В последней серии он и все его друзья-монстры становятся обычными людьми. Из Лиги Справедливости нам еще не хватает Супермена. Это повторка. Еще один персонаж для нашего конкурса. Кстати, в конце этого видео мы определим, кому достанутся скрипыши. О, мультяшный Супермен. Похоже, он пропускал день ног. Но в принципе, зачем ему вообще ноги, если он умеет летать? Фигурки у нас сегодня крутейшие, не придерешься. Повтор. Подруга Джокера. Последняя коробочка с монстрами. Посмотрим, кто тут. Такой еще не было. Это Мэйвис, дочка графа Дракулы. Как и все вампиры, она умеет превращаться в летучую мышь и боится дневного света. Остаются последние сюрпризы. Кого еще нам не хватает? Ух ты! Пес в костюме летучей мыши. Чего только не придумают. Его зовут Туз. Тузик. Суперпитомцев всех собрали. Повезет ли нам с Лигой? А вот и Супермен. Плащ до колен. Какая-то ссадина у него на подбородке. Видимо приземлился неаккуратно. Зато смотрите, как круто у него развивается плащ. И по традиции сравним их. Оказывается, у меня еще осталась одна коробочка с монстрами. Я почему-то думал, что они уже кончились. А это еще что такое? Какой-то шерстяной шарик. Это же Деннис. Сын Джонни и Мэвис. Прическа у него, конечно, вообще огонь. Как будто доширак на голове. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилась эта недетская распаковка. И пишите в комментариях, какая фигурка самая крутая. Ну и вообще, что угодно пишите. Я читаю все комментарии и по возможности отвечаю. Под прошлым видео вы оставили прям огромную кучу комментариев. Поэтому сегодня я выберу сразу трех победителей. Недетская распаковка. На ком остановится секретный лунный монстр, тот и победил. Роман 07. Я хочу повторку Хаги-Ваги. Отлично. Выбираем следующего счастливчика. Супер Класс написал, что ничего не хочет. Ладно, попробуем еще раз. Милана. Наруто тоже можно. Конечно, можно. Ну и последний победитель на сегодня. Обо всем сообщает нам, что Хаги-Ваги украл пакет. Это комментарий вне конкурса. Ксюша Дракончик Зелаки. Сегодня тебе и правда повезло. Кот Жиза твой. Победителям нужно написать свой адрес в нашу группу ВКонтакте или на почту. Ну а на сегодня все. До новых встреч.